Вы говорили, что лучший период владения акциями – это навсегда. Однако вы продавали акции Макдональд и Дисней спустя некоторое время после приобретения. Как вы решаете, когда стоит хранить акции, а когда продавать? И еще вопрос. Носите ли вы нижнее белье компании Fruit of the Loom, которой владеете? Чарли? Давайте я лучше отвечу на вопрос. Могу однозначно заявить, я ношу Fruit of the Loom. Насчет Чарли не уверен, носит ли он вообще нижнее белье. Носишь? Ношу. Ношу, но я давно не обновлял свой гардероб и пока не планирую. Не слушайте его, он просто ждет скидок. Ладно, вопрос о продаже правда хорош. Обычно продавать акции нам не свойственно. И, как вы знаете, мы... Мы держим акции Washington Post с 1973 года. Я не продал ни одной акции Berkshire, хотя впервые приобрел их аж в 1962. Акции Coca-Cola в нашем портфеле с 1988 года, акции Gillette с 1989, American Express с 1991. Мы ранее, еще в 60-х, владели такими компаниями, как American Express и Disney. То есть они нам знакомы. Мы обычно продаем, когда нужны деньги на что-то другое. Правда, в последние 10-15 лет это не проблема. 40 лет назад я часто продавал акции, потому что находил более привлекателей. Мне не нравилось продавать то, что я имею, но и занимать средства тоже не хотелось. Поэтому я нехотя продавал по сильно заниженной цене, чтобы купить что-то еще более дешевое. Это были времена, когда у меня было больше идей, чем денег. Сейчас, наоборот, денег больше, чем идей. Это совсем другая история. Сейчас мы продаем только после повторной переоценки бизнеса. Другими словами, если взять... Не хочу называть никаких имен. Любую акцию, которую мы продали на момент покупки, у нас был один взгляд на долгосрочное конкурентное преимущество компании. Теперь, возможно, этот взгляд изменился. Это абсолютно не значит, что мы считаем, что компании ждут тяжелые времена. Нам кажется, что у Макдональдс неплохое будущее. У Дисней неплохое будущее, и у других. Но, вероятно, мы думаем, что их... ...конкурентное преимущество... ...уже не такое явное, как на момент покупки. Может быть, мы не правы, когда принимаем решение о покупке, а может быть... Мы ошибаемся сейчас, и компания так же сильна, как и раньше. Но по той или иной причине, мы считаем, что компания утратила свои преимущества. Классический пример – газетный бизнес. Если бы мы с Чарли смотрели на газетный бизнес в 1970 году, мы бы посчитали его абсолютно непотопляемым. Мы все еще думаем, что потенциал у него есть, но мы полагаем, что в настоящее время он уже не тот, что был в 70-х. А бизнес кабельного телевидения сейчас уже не тот, что был в 1965. И наши убеждения меняются достаточно медленно. И кто знает, насколько они точны и насколько правдивы. Но это истинная причина продажи в данный момент. Если мы зайдем на очень недорогой рынок, мы продадим что-то дешевое с целью купить что-то еще более дешевое после получения денег от продажи. Правда, сейчас это не работает. Чарли? Добавить нечего? Он это репетировал несколько недель.